Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем с вами делать розу из бархата. Как желатинит бархат, у меня уже есть урок. А теперь, пока наш бархат сохнет, мы займемся с вами изготовлением серединки для розы. Срединка делается примерно точно так же, как и любая серединка для розы. То есть берем мы проволоку. У меня проволока толщиной 0,2 мм, достаточно тонкая. Складываем ее примерно, длина где-то 20 см, складываем ее вдвое. Берем кусок ваты. Складываем вату. Это уж слишком много. Нам, наверное, половина. Тут все вот на глаз делается. Так, складываем ее вот так, через серединку. Заматываем. У меня вот остался желатин, которым я желатинила бархат. Можно взять, немножко смочить руки. И смочить нашу ватку. И сформировать вот такой вот бутончик. Из нашей ваты. Потому что серединка, она не будет видна. Но она должна быть сделана именно так, как у настоящей розы. Как бутончик. Вот. И хвостик у нее должен быть. Вот такой застренный. Можно немножко взять не желатина, а клея ПВА. И клеем. Немножко придать форму. Где-то вот таким образом. Вот. Этот хвостик лишнему отрежем. Но, в общем-то, не нужен. Вот таким образом. Теперь. Теперь возьмем еще раз. Теперь уже клей возьму ПВА. Побольше смочим нашу срединку. Вот. И смочим еще саму проволоку. Теперь берем гофробумагу. Берем ее белого цвета. Прикладываем к серединке. И обматываем хорошо. Начало в основании. А теперь полностью обматываем весь стебелек. У меня нет красной гофрированной бумаги. Потому что у нас розочка бархат красный. Поэтому розочка наша будет красной. Поэтому я обмотала белой гофробумагой. Которую потом можно подкрасить красным цветом. Можно сделать еще вот как. Еще смазать побольше срединку. пройтись пройтись по нашей срединке. Чтобы получше она приобрела форму. Вот таким образом. вот эту серединку никто не увидит. Мы ее будем обматывать, обклеивать бархатом. И она у нас будет невидимая. ну вот. Примерно вот так. Теперь нам надо чтобы это все высохло. берем берем сейчас я вам покажу сразу берем с вами кисточку неаккуратно обклеиваем ой раскрашиваем нашу готовую серединку литончик με литончик я сейчас еще возьму немножко ватой чтобы руки не испачкать и можно еще слегка подкрасить нашу срединку не хочу просто руки пачкать можно немножко чуть-чуть хотя это не обязательно хотя бы вот так этого будет вполне достаточно нам нужно теперь положить наш литончик нашу срединочку для того чтобы она высохла и заняться изготовлением лепестков наши розы вот срединка мы ее кладем теперь я вам покажу вот что у нас получилось про после обработки желатином нашей нашего бархата вот он такой бархат у нас немножко стал грубым погрубел и теперь из него уже можно выкраивать видите здесь достаточно такая вот жесткая основа обратная сторона а вот вот он как оставался мягеньким так он и есть на самом деле вот то есть он не изменился вот то что нам надо было добиться вот это его правая сторона теперь мы с вами будем выкраивать лепестки лепестки из нашей ткани для этого мы как обычно можно даже делать без выкройки делаем лепестки примерно значит отрезаем полоску примерно где-то сантиметра три просто прямую полоску мы сделаем три вида лепестков теперь складываем их так где-то вот так раз два три чтобы квадратики получились вот и по диагонали как вы уже знаете будем выкладывать лепестки у роза они примерно вот такие я делаю это без выкройки вот и кончик немножко срезаем вот вот такие лепестки здесь вот у меня получилось 4 штуки то есть в каждой каждой кучке у меня будет по четыре лепестка эти четыре то есть всего будет восемь лепестков это вот такого размера делаем несколько размеров розочки вот здесь у меня вот эти маленькие мы их пустим для того чтобы обклеивать срединку то есть вот выкраивание цветов из бархата принципе ничего такого нет особого просто здесь количество можно сделать меньше потому что видите сама ткань очень толстая поэтому не мы не будем слишком много толстую делать пачку для вырезания просто чтобы аккуратнее все получилось так теперь берем размер ну где-то еще чуть побольше этого примерно на пол сантиметра вот так и делаем и делаем следующую то есть если одна полоска была где-то три сантиметра до следующую полоску мы делаем шириной 4 сантиметра это все опять же я делаю все на глазок опять же складываем несколько раз и вот такими квадратиками нарезаем желательно что это действительно были квадраты вот так это лишнее уже нам не понадобится теперь из каждых из вот этих квадратов вырезаем опять лепестки основание немножко подрезаем вот то есть размер этих лепестков у нас уже просто больше обрабатывать лепестки тоже принципе будем так же как и любые лепестки из шелка допустим или из органзы или шифона так вот так последний у меня лепесточек получился не очень красивым мы его сейчас подровняем и теперь берем следующий размер лепестков он у нас должен быть еще где-то на сантиметр примерно больше то есть если это было три сантиметра следующие четыре значит следующие еще идет у нас пять вот еще больше лепестки таких полосочек мы можем вырезать две почему потому что чем больше размер полосок тем меньше лепестков у нас получится правильно это естественно а в принципе вот так это не сложно опять же главное вырезать на прямоугольнике один прямоугольник складываем аккуратненько так где-то вот так два прямоугольника так три прямоугольника вот это еще один будет у нас лепесток значит еще один прямоугольник лишнее убираем теперь вторая полоска вторая полоска здесь немножко вот не так будем делать вот так получилось что немножко неровно вырезала поэтому мы отложим сюда а дальше опять вырезаем вот прямоугольник достаточно большой вот прямоугольник и вот прямоугольник уже готовый только мы его немножечко вот так сделаем даже немножко так поровнее все мы берем наше то что у нас получилось и вырезаем последний круг лепестков и в принципе вот таким образом без всяких шаблонов без всяких выкроек можно вырезать выкройки лепестков самим просто запомнить что допустим надо иметь три или четыре размера лепестков и каждый размер должен чуть чуть больше другого быть можно на пол сантиметра можно на сантиметр просто здесь никаких волнистых линий не надо можно их обычно вот именно так закругленными концами вырезать потому что бархат достаточно плотный сам по себе вот у меня хлопчатобумажный бархат и поэтому вот таких волнистых каких-то краев мы сделать здесь не сможем мы просто будем обрабатывать их загибать вовнутрь наоборот ну да вовнутрь и волнистые края здесь вообще нам ни к чему ну вот таким образом достаточно быстро мы с вами уже подготовились к самой интересной части изготовления цвета из цветов из бархата это буление их обработка обработка все наши выкройки готовы а теперь встретимся в следующем занятии и мы будем обрабатывать нашу розу спасибо за внимание до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи